Приветствую вас, и вы знаете, когда читал ваше сообщение, мне очень хотелось вам сказать, что нет, не нужно, не стоит давать этой девушке еще один шанс, потому что она зарекомендовала себя как ненадёжного человека. Но это, знаете, наверное, мужская солидарность или что-то вроде того. Как специалист я понимаю, что она действительно через общение с вами проходит стадию взросления, сейчас она проходит стадию осознания своих ценностей, осознания своих приоритетов и так далее. И вы знаете, поскольку она как таковая еще все-таки ребенок, да, то я думаю, я думаю, что вам можно и нужно не то, чтобы ее принять, а вот дать ей возможность проявить себя как-то иначе. То есть, встретитесь с ней, согласитесь с ней встретиться, согласитесь, значит, привести с ней время, ведь смотрите, вы сказали, что вы вместе 3 года. Ей сейчас 17, значит, 3 года, это ей было 14, когда вы начали встречаться. Слишком много за этот момент у нее всего произошло, слишком много за этот момент у нее поменялось. Нельзя говорить о том, что к ней можно относиться как к взрослой женщине. Она таковой не является. Поскольку вы связали свою жизнь с ребенком, то относиться к ней нужно, к сожалению, как к ребенку. Ревность, понятно, там, ссоры, понятно, там, что-то еще, понятно. Она выбирает уход. И ей явно нужны вы, потому что без вас ей плохо. Ну и с вами ей тоже очень быстро надоедает. Сказать по правде, вот если говорить про ее мотив, то ей движет, наверное, неуемная жажда к чему-то новому сейчас. Ей кажется, что нужно что-то менять постоянно, она меняет, потом понимает, что старое лучше, что с вами было хорошо, но в итоге все идет по кругу. Просто потому, что она такой вот импульсивный, увлекающийся, эмоциональный, наверное, человек. И с этим вы поделать ничего не можете. Если вы любите ее, если вы готовы к тому, что такое постарится, то есть, если вы предполагаете для себя возможность того, что это произойдет вновь, то, конечно же, ее можно и нужно принять. Думаю, если вы ее любите, то воспринимайте ее уходы как путешествие блудной дочери. Но если вам это все надоело, все понимают, что вы научились жить без нее, я понимаю, что вам не нужны эти страдания, вам не нужны это все вот это опять в ног, да, неопределенность, барховая бочка, как вы говорите и прочее, то в таком случае, ага, знаете, три раза более чем достаточно для того, чтобы понять, что человек системно к вам подходит. То есть, у него есть наработанная схема, наработанная схема поведения. И, к сожалению, эта схема уже не столько определяется ее эмоциональным состоянием, не столько определяется ее поведением, ее целями, ее желаниями, сколько привычкой. Да, теперь это, к сожалению, уже привычка. Она привыкла так себя с вами вести. И самое, что печальное в этой ситуации, это то, что она знает, что вы ее примете. Вы принимали ее два раза, и она уверена, что примет третий. Вы ее примете третий. Детий раз. Тем не менее, человек не игрушка. И играть вами нельзя. И нет, на самом деле, правильного решения. Нет, на самом деле, какого-то верного выхода. Только вам принимать решение. Только вам брать на себя ответственность за то, что будет с вами дальше. Я имею в виду с вами как старый. И что будет с вами как бы по отдельности. Если вы не примете ее, я думаю, вас поймут все, в том числе и она. Если вы примете, вас не считают слабаку. Но не важно, кто что думает, не важно, кто что считает. Если вы ее любите, то принимают ее такой, какая она есть. Если вы принимаете ее такой, какая она есть, значит, вы принимаете и такое ее поведение. Любовь, это очень необъяснимое чувство. И если вы любите ее действительно искренне, то я думаю, вы ее примете. Просто потому что вы знаете, ну вот, какая она. Какая-никакая, она одна. Но если вы начинаете ощущать, что вы думаете о себе, и вы чувствуете, что не хотите больше так. Если в вас закрали сомнения, они у вас, судя по всему, есть. Это говорит о том, что не то, чтобы любовь прям прошла. Нет. Просто у человека есть определенный критерий. Определенная планка, ниже которой он не позволяет с собой обращаться. Хуже он не позволяет с собой обращаться. Видимо, вас эта планка из ужасов, как раз таки дает особерна. Вы чувствуете, что вы не хотите больше такого будущего. Вы понимаете, что вы не можете человеку доверять. Вы понимаете, что словарь человеку ничего не стоит. И кроме того, кроме того, ваши проблемы не являются какими-либо слишком серьезными, на которых нужно уходить. Что делать здесь вещать вам? Не думаю, что можно вам кто-то посоветовать. Хочется сказать, что вам нужно следовать своим интересам. Смотрите. Девочка уходила от вас уже два раза. Она не думала о том, как ему было вам. Она не думала о том, как вам было переживать, например, ее уход. Она не думала, как вам было одному. Она не думала о вас основном. Она думала только о себе. И спустя полгода она старина начинает думать о себе. И вы знаете, если вы не подумаете о себе сами, то никто о вас не подумает. Я как специалист считаю своим домом думать о ваших интересах. И ваши интересы защищать. И именно поэтому я вам хочу рассказать одну только вещь. Ну, во-первых, свое поведение вы уже достаточно меняли. И вы понимаете, что подстраиваться под девочку можно сколько угодно. Ее поведение, ее уходы от этого не прекратят. Потому что девочка вас меняет. Она меняет вас. Она, вот, собственно, подстраивает вас под себя. Осознанно или не осознанно, но она это делает. Не сказать, чтобы в этом было что-то плохое. Но вопрос в том, что вам лучше. Вот. Подумайте о себе. Как вам будет лучше? С ней или без нее? Вы научились жить в одиночестве за это время. Да, добились определенных высот. Подумайте. Как вам будет лучше? Что для вас будет лучше? Для самого вас? И представьте себе ситуацию. Вот, представьте себе ситуацию. Что вы, например, с ней. Да, все вот эти вот моменты, вроде тех, что она может уйти, что она опять будет вести себя пассивно. Это понятно. Это недостатки человека. Недостатки человека есть у всех. Человеческие недостатки есть у каждого. Момент здесь в другом. Вы и будете счастливы, если будете? Хе. Вот, бывает. Представишь себе картину, да? Как ты в человеку. Кажется, что все. Больше ничего не надо. Кажется, что все. Больше, ну... Ни в чем нет нойды. И это действительно так. И тогда, тогда вам нужно ее принять. А если вы представляете эту картину и понимаете, что вы не хотите терять то, что у вас есть уже сейчас, значит, вы пережили это. Да, вы ее еще любите, потому что чувства, они остались. Но психологически, морально, сознательно, вы ее уже оставили. И пошли дальше. И если это так, то не нужно возвращать человека. Нужно пытаться тянуть его за собой, ибо это еще большая ответственность, чем та, что у вас была до этого. Что делать, решать вам? Я рекомендую прислушиваться к себе и ощутить ваши переживания. Ощутить ваши эмоции, ваши чувства, и сделать выбор в пользу того, где эмоции и чувства у вас более положительны. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.